17 декабря 1930 года в результате ликвидации Каркаролинского округа было образовано шесть районов, в том числе и Каркаролинский район, один из красивейших регионов Сарарки. На территории района находится Каркаролинский государственный национальный природный парк. Природоохранная ценность региона обусловлена исключительным для Центрального Казахстана разнообразием ландшафтов. На территории района находятся горы, леса, выделяется лесостепная зона. Особенностью флоры является наличие большого количества реликтовых растений ледникового периода, 66 видов редких и исчезающих видов растений. На территории района до революции действовала крупнейшая в Казахстане Кандинская ярмарка. Район известен археологическими памятниками разных эпох. Козулкенский дворец, могильник Талды-2, где найдено большое количество золотых изделий, поселение Кент и другие. Семь природных объектов, расположенных на территории района, считаются памятниками природы. Среди них особо выделяются озера Шайтанколь и бассейн, пещера первобытного человека и другое. 17 сентября 1930 года приказом ОГПУ СССР на базе совхоза «Гигант» официально создан Карагандинский исправительно-трудовой лагерь «Карлаг» с непосредственным подчинением ГУЛАГу и местонахождением управления лагеря в селе Долинское. 17 декабря 1931 года были объявлены штаты Карлага. Протяженность территории Карлага с севера на юг составляла около 300 км, с востока на запад – около 200 км. К 1940 году освоенная площадь лагеря составляла 1 780 650 гектаров. В своем составе Карлаг имел 19 сельскохозяйственных совхозов. К 1934 году контингент заключенных Карлаги составлял 25 тысяч человек. Среди заключенных Карлага были ученые, писатели, артисты и другое. Долгие годы тема Карлага была запрещенной. Одной из первых рассказавших Карлаги была Екатерина Борисовна Кузнецова, известный карагандинский журналист. О тех страшных годах рассказывают экспозиции музея жертв политических репрессий, которые находятся в Долинке и размещаются в здании бывшего управления. 20 декабря 1954 года указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР рабочий поселок Большой Джасказган получил статус города. Поселок был основан в 1939 году и носил название Кенгир. В 1941 году переименован Большой Джасказган. С тех пор город широко раздвинул свои границы и шагнул далеко в степь. Там, где были пустыри, проложены широкие проспекты, разбитые парки и скверы. 20 марта 1973 года город стал центром Джасказганской области. Город бурно развивался и стал центром цветной металлургии Казахстана. В последние годы город расширяет свою инфраструктуру при непосредственном участии в финансовой и технической поддержке корпорации «Казахмыс». Были реконструированы городской стадион и площадь первостроителей. Принят и утвержден генеральный план развития города. 31 декабря 1944 года в Мартеновской цехе Казахского металлургического завода поселок Самаркад была выплана первая казахстанская сталь, ставшая началом Большой стали Казахстана. Идея строительства предприятия с полным металлургическим циклом была выдвинута еще в 30-е годы. Начавшаяся скорой Великая Отечественная война потребовала быстрого воплощения этой идеи в жизнь. И в 1942 году Государственный комитет обороны принял решение о строительстве небольшого завода близ Караганды. За 18 месяцев ударного труда в Казахской степи был возведен завод. Время диктовало такие темпы. Фронт ждал казахстанский металл. 30 декабря 1944 года началась загрузка Мартеновской печи, а 31 декабря 1944 года первая Мартеновская печь Казахского металлургического завода дала первую сталь. В адрес коллектива пришла правительственная телеграмма, подписанная Сталиным. Поздравляю строителей и монтажников Казметаллургстроя и работников Казахского металлургического завода с окончанием строительства и вводом действия Мартеновской печи номер 1. Так родилась первая казахстанская сталь, ставшая вехой в истории создания и развития черной металлургии в Казахстане. Спасибо за внимание.